Органы внутренних дел прогнозируют и готовы к возможной активизации злоумышленников, мошенников, которые захотят сыграть на вопросах деноминации. Поэтому уже сейчас предпринимается ряд мер по линии криминальной милиции, милиции общественной безопасности по минимизации негативных последствий. Поэтому мы обращаемся прежде всего к пенсионерам, людям пожилого возраста, именно к тем людям, которые чаще всего становятся жертвой преступления. Никакого обмена денежных средств на дому производиться не будет. Поэтому если в вашем населенном пункте, в вашей деревне, либо в подъезде появились люди, которые под видом социальных работников, почтальонов, представителей банка предлагают поменять деньги, немедленно звоните в милицию. При этом постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, либо номера машин, на которых они передвигаются. Это поможет задержать их по горячим следам. Мы также обращаемся к детям, у кого остались одинокие родители, либо родственники в сельской местности. Найдите возможность подъехать туда и объяснить родителям о строго-настрого запрете размена денежных средств на дому. Это поможет спасти их от преступления. Мы допускаем, что могут активизироваться так называемые валютчики, либо лица, которые могут находиться возле банковских учреждений с предложением обмена денежных средств. Еще раз напоминаем, что всякого рода валютно-обменные операции вне учреждений банковской сферы – это наказуемое законом деяние, вплоть до уголовной ответственности. Продолжение следует...